В стране, где употреблять марихуану легально, это было бы очень неуместно. Кто просто девочки оторвут себе вагины и забросит ему в машину. Поедешь в Беларе? Был там хоть раз? Ребят, вы куда-то разогнались-то? А у нас обеда еще не было. Ай, по-другому спецы вам отдали. Да, если бы мне вот так вот подкатили, вот с такими словами, я бы уже расставил. Хорошо, со сколькими грузинскими мужчинами у тебя был секс? Я сплю с бабами, угу! Вот эта хуйня действует. Да, я тоже вижу фразы, надписи про оккупацию. О, ты цыган? Цыган. Отлично, это наш контент. Друзья, все, Россия закончилась. Россия закончилась? В Тбилиси есть гей-клуб. Теорет, мы не за рта. Я уже начинаю в стране разочаровываться. Приблизился к состоянию бога. Всем привет на этом канале с дебильным названием и кортавым ведущим. Сегодня у нас Грузия. Это страна, в которой я уже был шестой раз. То есть максимальное количество среди всей остальной сотни посещенных мною стран. Я застал еще те времена, когда в российский паспорт клеили грузинскую визу. В конце концов, я в Тбилиси на дынечке женился. Ну, пусть и со второй попытки. Серию про эту эпопею можно посмотреть здесь. И сейчас мы снова в Тбилиси. Красоты этого города показывать нет смысла, потому что я все равно останусь на своей волне и в своем формате. Сегодня в Тбилиси паспорт, даже с дождем. Спасибо, спасибо. Ну, в основном все экскурсии предлагают в таком плане. Сначала говорят здравствуйте, а потом уже переходит английский. Ну, чтобы прощупать клиента. Ко мне прикомандировали Мишу. Миша Тбилисиц. Миша сразу пошел показывать неизвестного Церетели. Оно даже в TripAdvisor не отображается вообще нигде. И туристам это тоже не показывают. Это тот самый, о ком мы все думаем? Да. Отлично. Ну, на самом деле, на первый взгляд не раскрываются все тайны этого сооружения. Это надо присматриваться. А который это самый большой, ты же вот знаешь, самый такой... Смак. Вот. Где вот, блин. Сука. Куда-то он пошел, у него не в ту сторону. На самом деле, чем больше ты всматриваешься, тем больше каких-то неожиданных деталей ты... Например... О, есть и с животными. Все. Ниталия на колонии. Знак особого уважения к изображению. То есть, ты знаешь город весь полностью. Тут таксисты не ездят по навигаторам. Тут ты едешь просто потому, что ты знаешь, куда ты едешь. Брестки, они настоящие. У меня тоже раньше такой подъезд был, пока новостройка не была. Живет Миша в самом центре. Ну, центрея некуда уже просто. Полицейский участок и моя спальня. Прикольно. Ты здесь сидишь и вот как бы полиция тебя... Она же будет прозрачная наверняка, как у вас везде. Да, да, конечно. Вот, естественно. То есть, ты можешь сказать, майор взглядом просто пилить, а он тебя наоборот. Особенно в стране, где употреблять марихуану легально, это было бы очень неуместно. Может быть, типичная история из Грузии. Подошел чувак, подписчик. Вот он, этот человек. Подарил бутылку вина. Мы двинули на пивзавод, где нас ждал человек с дивным именем Викентий. Кеша из Питера. Работает в Тбилисише барменом. Викентий, он не для него, но для него. Ты мне надо, Викентий, посмотри на меня. Не, ну ты на Викентий, конечно, мало похож. Это, само собой. Мужской клуб на пивзаводе тем субботним утром был немноголюден. Мужужи, абхазура, хашлама, аджахури, коньяк для Кавказ. А есть еще бурийский чахохбили. Он почти как мегрельский суп харчо, но это с курицей. Это сложно. Мужужи мне можно есть? Ну, если ты хочешь, шуши ешь. Так, вот это повтори мне снова. Нет, это был армянский какой-то. Как будто ты давишься и сейчас умрешь. Нет, не настолько. Есть еще по-харткорнее что-то. Давай. Бля, это не упоминяется. Много у вас в грузинском языке слов, которые из русского. Три слова всеми нами любимые, посылательные далеко. Они на всех языках едины. Знаешь, одно из топовых ругательств. В принципе, да, в русских слов много используют. Мы даже здорово, все говорим здорово. Типа, не говорим каморчобой. Ну, длиннее просто. Привет. Я тебя прям сразу узнала даже со своими милыми. Ну, я отличаюсь от грузин, да. Короче, это Юля променяла яростовское благополучие на невыносимость грузинского бытия. Безусловное. Ну, давай бомби. Давай расскажи сразу про грузинских мужчин. Насколько часто к тебе подкатывают? Ну, часто. Как это выражается? Все по-разному, но... И чем это заканчивается? Ничем это не заканчивается для них. Ну, хоть одну историю мне высоси. Как они ухаживают? Мне это напоминает трейлер к фильму. Знаешь, в трейлер вкладывают все самое крутое. Ну, очень часто бывает, что вот оно как было в трейлере, и дальше-то не надо было бы смотреть. Ну, как зацей... У них неинтересное продолжение? Они очень много говорят красиво, это правда. И это очень не хватает, мне кажется, ну, славянским женщинам. Это мое личное мнение, я не знаю. Хорошо, это слова. Из поступков что самое было такое? Запоминающиеся. Ну, кто-то вот подползал к тебе на коленях с розой в зубах. Здравствуйте, вы грузин? Да. Как вы ухаживаете за женщиной? Вот она не может ответить мне на этот вопрос. Она здесь живет год уже или сколько там? Ну, с уважением. Еще один. Хорошо, со сколькими грузинскими мужчинами у тебя был секс? Я не готова отвечать на такие вопросы. Знаешь, что действует? Знаешь, что действует? Вот это. Грузины, правда, очень красиво поют, но долго и много. И такая красота становится утомительной. Мы приехали в Подтылавье на шикарнейшее застолье, организованной компанией Картина ТВ. Это такой оператор интернет-ТВ в любой точке мира. Весь грузинский антураж, конечно, даже шарманщиковым поставили. Скажите, вы учились где-то этому? Дзедушка, значит, дзедушка играл. Так. И он оставил потом в России, и я продолжил. А там легко. Не сложно, да? Не, не, не. А это плейлисты, да? Это уже плейлисты, грузинские репертуарии. А у них вот старые этапы. То есть, можно вот про бродягу за Байкалом можно дождаться. Да, бродяга есть. И сразу же бродяга за Байкалом, по моей просьбе. Все для гостя. А еще я встретил Ирму Сахадзе. Имя вы это, может, уже и не знаете, но песню ее знаете все. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Во-первых, хочу сказать, весь день восхищаюсь вашей красотой. Ой, спасибо. Скажите, как можно сохранять себя? Да, столько лет. Да, столько лет, да? Нет, это не секрет, это обычные дела. Кстати, я к этому пришла 50 лет. До того я не знала. Я гораздо хуже выглядела и старела гораздо стремительнее. Потому что я очень переживала всякие там, я не знаю, мелочи. Старалась исправить все на свете и вообще сделать мир лучше. 15 лет тому назад я выбросила из своей жизни сигарету, мясные всякие блюда, мучные всякие там сладости и прочее. И стала пешком ходить. Вопрос, как вы выжили в Грузии, выкинув все это? А очень много вкусных, вот увидели тут всяких. Вот я украла их сейчас со стола, достала и не успела. Вы меня схватили, всякие фрукты, сухофрукты. Это очень полезно, это очень приятно. Я всем советую здоровый образ жизни. Он очень прост, очень легок и очень приятный. Скажи, какой у вас рабочий профиль? Вот этот. Вот этот. Вот. Так, вот. Ну ладно, не будем же переснимать ради этого. Не будем, не будем, ничего. Пока еще светло, покажу все остальное. Поставили столы, начали пить. Поставили экран с классикой грузинского кино. Начали смотреть. От Данелии до фильмов, которые я даже, например, никогда не слышал. Певчие не отдыхали вообще. Большая, большой минус грузинских застольей, потому что они, ну они бесконечные. Сил уже никаких нет. Орололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололол Уж вроде бы все съели, все выпили, все спели. Нет еще где-то надыбали еды, блюда уж и так громоздятся на столе в шесть уровней. Откуда-то притащили еще ящик вина, вспомнили какую-то песню, которую не пели и все по новой. Короче, начали в среду, закончили в субботу. Нет сил больше терпеть эту прекрасность. В вызванном такси водителем оказался отец Миши, ну вот бывает такое. Слышал, ты пелеси маленький? Ну не настолько. Это правда был твой отец? Да. То есть мы сели в машину, случайно вызванную, там был его отец водителем, ну не то, что он там сидел, ну да. Зато на халяву поехали что. Два лари. Два сорок вообще. Викеша мощной походкой пробирался сквозь рынок одной только ему известной тропой. Куда-то вел, где мне должно было якобы понравиться. О, прикольно. Локация представляла из себя душевный стоячий бар для пенсионеров с постоянным фуршетом, кейтерингом в виде шведского стола. А может кто-то другой поймёт? Мне просто ещё работать с камерой, а вы просто вгоняете меня. Вгоняй, вгоняй. Всё. За вас. Ммм. А вот это мне нравится. Ммм. Баки. Ой-ой-ой. За Россию, за Грузию. Давай сюда. Это ты говорил русофобия. И за дружбу. Ну, я могу сказать, что наоборот, после всех событий, которые здесь произошли, те же там мои друзья, знакомые стали более как-то трепетно, скажем так, спрашивать там, всё ли в порядке, нет ли у меня никаких проблем, не сталкиваюсь. Я как раз с этими всеми вопросами. Да, я тоже вижу фразы, надписи про оккупацию и так далее, но... Ну, то есть вот вообще за всё время, что ты здесь, ты... Нет. Никакого... Один раз назвали проституткой. Я иду, причём по одной из центральных улиц, иду, днём, нормально одета. Приходит мужчина, такой, проститутка, и пошёл дальше, ну... Ну, я не уверен, что это связано как-то с Россией. У тебя на пакетах пакеты были из пятёрочки или что? А расскажите, что вот это такое вот, что за место? Вот это там есть, где можно приятно отдохнуть, прийти, запускать, пожалуйста, бесплатно. Так. Вот как-то, всё домашнее. Вот здесь у них всегда чисто, домашнее. Всё домашнее. Не то, что там, что химия. Ага. И люди примерно одни и те же ходят, да? То есть... Нет. Даже профессоры ходят, интеллигент. Ага. А вы профессор или интеллигенция? Да. Ребят, вы куда так разогнались-то? А у нас обеда ещё не было. Шнапс. Шнапс, вы считаете, да? Ну, а сейчас наша любимая реклама. Пока прервёмся. Сейчас мы находимся в Армении, в Ереване. В этой баре в TheCountry, откуда скоро будут угарнейшие выпуски. Мы к ним с камерой, а они на нас тоже. Но у нас есть мощное спасение. Значит, новый радар-детектор Neoline. Neoline, какие-то там дальше буквы и цифры. Это я гуманитарий, я эти цифры не могу запомнить. Вот такое чудо, короче, от корейских мастеров. Крепим к стеклу. И вперёд, так сказать, через Sivan. А ты чего молчишь? Я просто думаю, что так сказать, чтобы не дебилом быть, да? Во-первых, чьих мастеров? Северокорейских? Нет, не северокорейских. О, заработал. А ещё, значит, в этот радар-детектор интегрирован уникальный фирменный дальнобойный EXD Plus модуль. Ты понял, что я сказал вообще? Сразу хочется стать дальнобойщиком. Самые маломощные радары на самом дальнем расстоянии. Считывает, как вот... Придумай пить. Считывает, как гадалка кофейную гущу. Считывает, как гадалка кофейную гущу. Раньше вот едешь по городу, и очень много было помещений, вот в режиме город. В эфир попадало всё, как бы засоряло, засоряло эфир. Бежит просто на всё, вот как баба таракана, увидевшая. Берёшь так, рукой проводишь перед ним, и он замолкает. Это называется motion control. То есть он прям реагирует на твою руку. Вот. Ты можешь не пересказывать, потому что я только что это рассказал тебе. Ну, да. Ну, я перескажу это в первую очередь своей жене, и дальше пойдёт по русской линии. Это симфония, вот когда он сообщает тебя о приближающейся камере. Вещь, вещь. Вот просто вот красота. Значит, ссылка будет в описании к этому видео, а мы продолжаем. Как ты вообще решилась на это? На переезд? Да. У тебя появляется свободная минута, ты едешь только в Тбилиси, потому что тебе здесь хорошо. А никуда больше ты не ездишь. Я понимаю, что надо переезжать сюда, чтобы начать ездить в другие страны. Начала думать, чем же мне заниматься. Ну, то есть у меня был как бы изначально план, что я буду работать на России. Ну, вообще здесь нормально как бы работать удаленно на Россию, да? И как бы деньги получать по московским, да? Зарабатывать не здесь, а жить здесь. Ну, что-то пошло не так. Да. Я вначале пришла, конечно, с Федерацию Регби. Я не знаю, почему это. О, так прикольно. Это была первая попытка работы. Вторая попытка. Я стала с организатором концерта в Завроби. Вот. И параллельно где-то участвовала в каких-то съемках. Постоянно терлась в ателье. Я подумала, что классно. Они так шьют. Может, и я могу. Ну, и сейчас у меня мужская линия одежды. Бренд Юджи. Да. Юджи Мэн. Кстати, я принесу рубашку. Ого. Вот пока можешь у Ваху спросить, как ухаживать. Она ничего не может сказать толком про то, как ухаживают грузинские мужчины за женщинами. Не знаю, как сказать, но... Давай так. Что самое яркое ты делал ради женщины? Как сказать? Ухаживаю. Как сказать? Долго. Долго ухаживаю. Просто у Ваху с русским плохо. Да ничего страшного. Пускай говори... Да, мы переведем потом. Ура-трывы спикцева. Ура-трывы спикцева. Ура-трывы спикцева. Ура-трывы спикцева. Слушай, ну вот в принципе, если бы я был любой женщиной, да, если бы мне вот так вот подкатили вот с такими словами, я бы уже расставил. То есть я сейчас как из модного бутика буду? Хочешь даже сейчас оденеть? Вот твой размер. Ура! Наверное, прилично стал выглядеть. Орел! Решку! Орел! Решку! Короче, мы едем на винзавод местный, чтобы потусить с полетчиками сборной Дании. А мы выходим, да? А, все. Ты дэнис? Нет, я финниш. Финниш? О-о-о-о! Сейчас мы узнаем, какой будет счет после сегодняшнего матча. Скор? Да. 3-1 в Денмарке. Денмарк 3, Georgia 1. Денмарк 3, Georgia 1. Денмарк 3-1. Денмарк 3-1. 2-0! 3-0 для Денмарка, да? Окей. 7-0? Нет. 8-0? Нет. 9-0? 9-0? Денмарк 3, Georgia 1. Крассно-синие. Красно-синие. Красно-синие навсегда. Ух! 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 Мы сняли 3 евро за тикетами для игра. И мы сняли 500 евро за тикетами. Такси! Это очень дорогие. Такси? Это дорогие. Это дорогие. Это дорогие. Такси? Ты посетишь в России? Да, да, да В России Окей, окей Но можешь сфоткаться с полицейским за то Меня в Казахстане за это пос... Я не буду рассказывать о той стройке Так, куда мы дальше идем? Мапшали Мапшали, это пикревельская закошечная С очень странными рельефами О, ты цыган? Цыган Отлично, это наш контент Передай пресс своим Курьером своим О, все Мы пришли Салям алейкум Это мой иранская турецкая улица О, мне здесь нравится Мне, в принципе, уже везде нравится Грузия – это непрекращающийся алкогольный марафон Это приговор вашей печени Слушай, мне так ощущение, что ты все заказал, да? Всю первую и вторую страницу полностью Всего четыре блюда Берешь ларджи, наматываешь на елочку вот так вот Оп, оп, оп Ну, учи меня, да? Потом макаешь Прекрасный харчо По-мигридски Вот так Оп Когда тебе в Грузии говорят ганс хоя були Значит, у тебя начинаются проблемы Гарц хана були Тамада говорит ганс хоя були и говорит Алла верды тебе Ганс хоя були – это отличный от всех Если… Я правильно перевожу? Отличный от всех Ты вот этого спрашиваешь, что ли? Он только что от нас учил, как есть И тебе приносят Тебя вот, видишь, тут пивную кружку Тебя могут в нее налить вина Могут налить в тазик В вазу На что-то большое Ганс – это Кхэзян Андерсен Вави – это бобилист был такой Ганс хоя були Ганс хоя були Вот, все Погнали Подожди, подожди От всех Погнали Где? Все, друзья Все, Россия закончилась Россия закончилась? Знаете, вот это все застолье Вот это Прекрасно С барельефом Пол литра чаще Четыре блюда Хлеб, соус И два лимонада 480 рублей Я не то, чтобы в говно, но я Благодаря этим ребятам Приблизываться к состоянию влога Как бы вы здесь были С твоей тумы изо рта Приблизился к состоянию влога Вообще сколько у тебя уходит в месяц Вот так вот просто Именно на затраты, на расходы Вообще на все Суммарно жизни здесь Ну, около 100 тысяч рублей А зарабатываешь ты 70 Ценовые вопросы, что здесь дорого? Я не знаю, что здесь дорого Ну, что, давайте я подскажу Газ зимой Нет, не дорого За отопление я плачу Ну, 100 лари Это на наши деньги 2 200 Ага Бензин Я не водитель Помидоры Помидоры дешево Давай так, фрукты овощи здесь Это дешево По алкоголю дешево А, знаешь, что здесь дорого? И почему-то на это какой-то Прям, я не знаю, у мужчин Вот у мужчин, кстати А пойдемте сходим суши? Да Как я угадал Для меня, потому что это фастфуд Ну, реально, вот чистой воды Там не знаю Тебя звали? На суше? На суше звали, не пошла Но они потом могут начать спрашивать А почему? А что? Вас муж есть? Ну, чаще всего говорю, да Да ладно, вся улица знает, что у тебя никого нет Я хоть какую-то легенду сейчас создам тебе На несколько, там, я не знаю, дней вперед В плане своей одежды и всего остального Скажите, пожалуйста, как грузинские мужчины ухаживают за женщинами? Самое дорогое, что у мужчин есть, это женщина А ухаживать-то как за ней? Что вот вы в своей жизни самое яркое делали для женщины? Самое прекрасное, что у тебя есть Жена, невестка, дочь, мама Чечень это клуб для нас Ну, грузины вообще страстные? Конечно Все, вопросов больше нет Орел, решка, орел, решка А это те ребята, которые задонатили в пользу этого канала после минувшей серии Самые благодарные зрители Канал принимает донаты на Donation Alerts, на карты, принимает биткоином И не забывайте в сообщении писать свое имя и фамилию, чтобы было поменьше анонимов В Грузии лифты платные Лифты, лифты Почти что Лифты платные 1, 3, 0, 1 46 46 46 46 46 43 Диез 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 Диез, блин, мы в музыкальном лифте что ли едем? Диез Еще мы по бикару поехали 652 бемоль Выходим 4 45 47 48 48 59 Самое яркое, что ты делал для женщины в плане ухаживания. Давай играть, кто первым отключится. Подожди, давай играть, кто первым отключится. Давай, так скажем, грузины умеют очень хорошо ухаживать. И, может быть, многие грузины не умеют ухаживать. Что в истории, что было, пиросмане, все продал. Так, вот эта тема. Подожди, но ты же не пиросмане. Буся, я здесь родился и раз. Чистится пиросмане здесь у меня. Но конкретно ты. А, для женщины? Да. Ну такой самый безумный поступок. Самый безумный был. В протяжении многих месяцев. Грузины много изменяют? Я приду, подожди. Во всем мире много изменяют. Да. И грузин много. Грузия же тоже умеет заходить. Хорошо, у тебя были отношения? Вот такие, которые пошли дальше поцелуи. Нет? Я тебе говорила, что я скуз. Да это не скуз. Это я уже начинаю в стране разочаровываться. Ты понимаешь, что к чему ты идешь? Ты идешь к одинокой... С кошками. С кошками, да. Мне кажется, что, может быть, здесь все закончилось на моменте Никола Пиросмане и его самым ярким какому-то ухаживанию. У нас раньше везде были итальянские дворы. И особенности итальянского двора, если пройти вот, все общаются ведь. Так это же круто, все праздники отмечаются. Мусульмане, отмечающие Пасху. Христиане, отмечающие Курбан-Байрам и держащие там, например, Рамадан. Бывало такое. Ну, не знаю, прошлую неделю я не мог выспаться из-за того, что на той улице снимали форсаж, взрывали и переворачивали машины. Молодь. Под низом бар. Понимаешь, кто-то приедет в свою деревню и вечно хочет тут газануть. Он опускает окна, включает мияги или какую-нибудь еще супер плохую музыку, поднимает на своих пердящих колонках и проезжает и думает, что когда он проедет с опущенными окнами так, то просто девочки оторуют себе вагины и забросят ему в машину, но этого не будет. Плюсов здесь жить больше, чем минусов. Да, из бара можно пешком ходить домой. Все, все. Орел, решку, орел, решку. Я ставлю из этого одно слово или ноль, мне все равно, мне интереснее, чтобы вы об этом узнали. Все, вот так, да? То есть у меня никаких, как бы, тщеславий или, там, этих медных труб, нет. А еще будете в Тбилиси, зайдите в заведение Чача Тайм. Влад, вот этот усатый мужик из Ижевска, приехал в Грузию и открыл бар с чачей. Ну, не сумасшедший ли, а? Нет, Влад фанат этого напитка. Он предложил спор, он рассказывает про чачу часами мне. Взамен я употребляю несколько сетов этого напитка, но тут уговаривать не пришлось. Это люди-фанатики, которые под страхом смертной казни не добавят ни капли, ни грамма сахара. Это люди, которые используют дедовские, абсолютно прадедовские методы. Ну, где вы еще попробуете такие штуки, как хемингуэй чача или секс на чаче, а? Заходите к Владу. Орел, что? Решка, орел, что? Решка. Ноль-ноль. Один-ноль. В пользу кого? Друзья. У нас были билеты на тайбуну похуже, но стюардов попросили русского ютуб-блогера посадить поближе к фан-сектору. Естественно, разрешили. Он русский, посередине грузинских фанатов. А в чем проблема? На Сакарсвелу! На Сакарсвелу! Ура! 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 Но это было совершенно заунывное зрелище, закончившееся нулевой ничьей. Спасибо, до свидания. Думаю, в регби у грузин дела обстоят получше. Так, давай про грузинских женщин. Давай. Вот я пока тебя стоял и ждал. Да. Там такие мамы прямо есть. Красивые, да? Вообще, да. То есть, ну, как бы мне вообще этот типаж очень нравится. Да. Вообще я грузинских женщин очень уважаю, правда. И если я и работаю здесь с кем-то, то это только с грузинскими женщинами. Если у меня случится какая-то проблема, я позвоню только грузинской женщине. Потому что они женщины-дела. Реально они, ну, они пашут. А какие у них причудливые имена и фамилии? Как тебя зовут? Меня зовут Эко Хинчик Асюили. Еще раз. Эко Хинчик Асюили. Что непонятно? Мы поехали на какую-то эко-ферму. Хозяйство у них тут. И уже все, как в любом другом грузинском месте. Так. Уже накрыт стол. Сервировано, так сказать, в лучших традициях. Уже, кстати, начинает подсасывать от голода. А такого в Грузии быть не должно. Ну, сейчас Сандра докрутит раствор для Чурчхелы. И мы посмотрим, что нам сегодня на обед Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, черные зернистые корки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом, фрукты и так далее и тому подобное. Пью за ваше коммунальное хозяйство. Благодарю вас. Приятного аппетита всем. Аннил. Ну и давайте какую-нибудь песню задорную. ПЕСНЯ Когда переехал, не помню, наверное, я был ябухой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ВОВЫ ЛИНГРАДСПВ.РУА ВОВЫ ЛИНГРАДСПВ.РУА ВОВЫ ЛИНГРАДСПВ.РУА Нет, наверное, есть, которые красиво ухаживают и все дела. Так, что для многих русских женщин приехать в Грузию, это как лучше любой реабилитации, потому что... Это на процесс туизм сейчас. Да, потому что, во-первых, здесь очень много комплиментов, здесь очень много внимания, к чему русские женщины многие не очень привыкли. Мужчины здесь красивые, женщины приезжают сюда. Ну, слушай, да как всегда, как везде, в Турцию так же весь многие ездят. Я издалека думал, что это мясо висит. Вы, конечно, будете удивлены, но у Юли есть сын. Армакс. Это не ее сын, нет. Ты перетащила его сюда. Как сюда, здесь чего, куда его устроить, нравится ли ему с девочками, как показывают, там писюны друг другу, я не знаю, может у него хотя бы сложится. Ну, давай, слушайте, как вино. Здесь есть садики для русских детей, но мы ходим в садик для грузинских детей, которые хотят выучить русский. Когда у них праздник был посвящен Александру Сергеевичу Кушкину, выходит мальчик грузин, да, и рассказывает, Александр Сергеевич родичин, и вот они с балалайками, там, да, ну, классно. Два года назад ему очень понравилась девочка грузинская. Да, да, я ждал, когда ты перейдешь на писюны. Майко. Да, Майко, да. Майко стала нашим просто прям любимая девочкой, и в этом году он, спустя два года, он признался ей в любви, и она сказала, что если ты меня любишь, то я обязана подарить мне цветы. Мы ходили с ним, он покупал ей букет цветов, сам собирал, сам выбирал, все это сам собирал. То есть, смотри, это еще раз доказывает тот факт, что если женщина вынуждена сама мужчине подсказывать какие-то решения по... Да, когда будут здесь танцовать. Еще грузины охуенно танцуют. Ну, это красивый день сегодня. Да, очень садик. Так, мы попали на культурное светское мероприятие. Сандра покажет, тут какой-то вау-ресепшн, да. Вот это иногда, эти иногда целуются. А, сходятся и расходятся? Да, 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 сходятся. Ничего себе. В принципе, мы уже решили, что Сандра меня ведет туда, чтобы сделать ей очередную фотографию. Ну, да. Сходишь на вас? Нет столько этих... Цветов? Нет. Зелени? Нет. Окон? Горшки? Горшки! Все, горшки, вот. Мой русский сад. Так, быстро. Вот, я... Там посижу, как этот. Еще раз. Давай. Поскольку сооружение без стен, соответственно, всем пледики. По желанию можно взять. Если вы пришли, например, на концерт ансамбля Сухишвили, то ваши ладони к концу выступления сто пудов будут красными. Так, сегодня у нас... А, на улице? Он даже не думал, что в сентябре в Грузии может быть такая херовая погода. Вот. Выдали на дождевики. Этот ракурс один из наиболее известных в Телави. Именно здесь Фрунзик Макартычан на своей колымаге въезжал в город, чтобы узнать, где живет Мимино. Тут он спросил, друг, это какой город? Телави? Друг, это какой город? Телави? Во, аэропорт. Сейчас туда и отправимся. Аэродром как поехать? Одна из самых главных ассоциаций с Телави, это, конечно же, Мимино, в честь которого даже назван здешний аэродром. Ну, естественно, главный герой. Валико, если большой самолет и твой вертолет цепью связать, кто победит? Цепь. А из самого здания аэропорт уже сделали вот такой микромузей, посвященный фильму. Взлетно-посадочная полоса находится вот за моей спиной. Но она исключительно для тренировок. То есть напротив находится Кузинский университет авиации. И, соответственно, для тренировок используется взлетно-посадочная полоса Телави аэропорт. Вход сюда не разрешен, но за пять лаги, конечно же, ворота откроют. Я в этой стране уже видел все. От Батуми до Рачи, от Сванетти до Казбеги. И, несмотря на все политические распри, приеду сюда и седьмой, и восьмой раз. Я просто побольше пересадок сделаю, но все равно приеду. На этом все. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. Засылай донат в пользу этого канала, если у тебя проснулась в этом потребность. Пиши в комментариях все, о чем захочется, кроме личных оскорблений. Подписывайся на мой инстаграм, на телеграм этого канала. Ну и чао! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok